Георгий, ты как грузин, человек эмоциональный. Сейчас после такой победы какие эмоции вообще были в раздевалке и у тебя в душе? Ну, у меня больше эмоций было во время игры, потому что в «Спартаке» это очень сильная команда. Они за чемпионство борются, и мы вдруг думаем 4-0. Я, если честно, такого счета не ожидал. Для меня главное было, чтобы не пропустили гол. И так и сделало. То есть все команды, мы все вместе. И в бонус 4 гола забили «Спартаку». Это нелегко. Ты сказал, что сегодня действительно мы сыграли на ноль. Все-таки поймал сегодня кураж за счет такой вот фееричной игры партнеров. Или как вообще, на эмоциях все тащил. Ну, готовился к игре уже долгое время. Ну, с Томском, да, ноль был. И хотел еще продолжить, чтобы сухую серию. Ну, надеюсь, еще следующую игру тоже на ноль отыграли. И я хотел бы отдельное спасибо сказать всем болельщикам, кто пришел в минус 10, да, сегодня был. Кто нас поддерживал, фанатам, всем спасибо огромное. И ребятам, что мы так хорошо сыграли. Георгий, если немножко глобально посмотреть, вот команда перешла на схему с четырьмя защитниками. Что вот изменил такого Вадима Скрипченко для вас, вот как для вратаря, в том числе в игре в обороне? Ну, знаете, раньше мы играли в пять защитников, да, и вроде пропускали больше. Но сейчас, я не знаю. Мы стали, знаете, единственное, что я могу сказать, что мы стали играть более атакующий футбол. И не отсвеживаемся в обороне, и не думаем только, чтобы не пропускать гол или что-то такое, чтобы только на прооборону думать. Можно сказать, что лучшая оборона – это атака. Ну, да. Это так, да? Когда ты владеешь мячом, хотя сегодня мы не очень владели мячом, больше Спартака владел мячом, но наша атакующая линия сыграла, ну, супер, очень хорошо. И за счет этого мы, ну, я не знаю, что еще сказать, за счет этого мы четыре гола забили, потому что они хорошо играли впереди. Сегодня, в отличие от предыдущих матчей, не было проблем с замерзанием перчаток? Да, и сегодня было, и в предыдущих, в Томском тоже было. И, я не знаю, ну, просто чересчур холодно. Георгий, сейчас Крылья, как и все команды, в принципе, уходят на перерыв. На таком эмоциональном подъеме не кажется, что он сейчас не вовремя, несмотря на то, что еще с Краснодаром играли? Да не, я думаю, что наоборот. Сейчас перерыв как раз команде нужен, и на сборах больше хорошо сыграемся вместе. И во второй половине еще хорошо сыграем в оставшихся играх. Георгий, сможешь еще пару партий? Смотрите, вы за два последних матча забили чуть ли не больше, чем за два последних года. Как? За два последних матча забили Крылья чуть ли не больше, чем за год за последний. В чем причина на ваш взгляд? Вы смотрите, вам видно. То, что пришел тренер, позволил играть по-другому? Ну, во-первых, система тактическая изменилась, и мы более атакующие играем. Ну, наверное, за счет этого. Мы и думаем только, чтобы пропускать, чтобы на ноль сыграть сзади. Потому что год назад вы говорили, что команда думает только о том, чтобы сыграть на ноль. Ну да, но это по игре тоже так было видно, да? А сейчас более атакующие, так что я думаю из-за этого. Вам матчи с «Спартаком» обычно особенно удаются? Почему такое? Как не матчи с «Спартаком», так вы тащите? Да нет, я думаю, что я пытаюсь в каждой игре готовиться одинаково. Там не имеет значения «Спартак» или какой-то другой будет. Главное, чтобы не пропускал гол. Сегодня вас, можно сказать, что не очень сильно они прям напрягали на протяжении всего матча? Да нет, я думаю, сегодня хорошие удары. Удары они нанесли по воротам. Так что была работа. Если сравнивать, опять же, вот сейчас, да, «Крылья поперли». Если сравнивать на уровне других клубов, там «Спартака», «Зенита», то как вы вообще сами оцениваете нынешний состав? За какие места он может бороться в «Крыльях»? Потому что такая команда загадки. Давайте сейчас не будем заглядывать чересчур впереди. Будем готовиться к следующей игре, и потом время покажет. Почему такой счет 4-0, на вашей спецсии? Слушай, если у меня на все вопросы будут ответы, то я не знаю, это футбол. Бывает, что 4 мяча. Бывает, еще больше забывают. Бывает, вообще один. Мола сказал, что когда он узнал, какая будет погода, подумал, что не хочет вообще выходить на поле. Не было такого же ощущения? Нет, мы футболисты, мы должны в любой погоде играть. Не имеет значения. Если матч состоится, то мы должны играть. И все, мы профессионально. Поздравляли как-то Акриашвили после его гола? Ну, конечно, я с ним говорил. Еще раз поздравляю. Его супер гол. Надеюсь, так и продолжается. Получается, что вы так, вы лидеров лишили очков, он «Зенит», а вы «Спартак». Ну, мы должны были, мы хотели выиграть, и выиграли. Спасибо.